Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня хочу говорить о второй главе послания Петра. Здесь он говорит о лжеучителях. В первых стихах он уже говорит о лжеучителях. Это те, которые сами испытали, что Христос прощает грехи, но они отошли от этого. И имя Христа они уводят из церкви. Христос не такой важный, все другое важное. Не на Христе, как Петр говорит раньше, строите ваше духовное здание. На вот этом камне на Христе он говорит, что камень, этот фундамент твоей жизни, на нем строят все. Именно Христос наш, путь истинной жизни. Они уходят от Христа. Христос не является центром ни их служения, ни их церковного служения. А потом дальше он говорит еще о некоторых качествах, которые у этих людей. В 12 стихе. Они как бессовестные животные, вводимые природой, рожденные на уловлении и истреблении, злословие то, чего не понимают, в расплении своем истребятся, а не получат возмездие за беззаконие. Петр сравнивает их с животными. Да, они живут только для этой жизни. У них нету небесной цели поесть, попить, чтобы вот здесь как-то провести время. И это видят люди в жизни этих людей. И он говорит, будьте осторожны. Смотри, уже Павел про это также сказал, Филиппийцам 3 глава, 19 стих. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их сране. Они мыслят о земном. Их мысли только о земном. Купить, продать, сделать, достигнуть. Что-то вот большое-большое здесь, в этой жизни, но не Божьи, не небесные цели для них главные. И еще дальше говорит Колоссянам Павел в 3 главе, о горнем помышляйте, не о земном. Ты видишь, эти люди мечтают только о земном. У них все речи, все только о земном, не о небесном. Мы должны различать и за такими учителями не следовать. Второе, что мы читаем еще в этом главе, он говорит, они полагают удовольствие повседневной роскоши. Сравники, осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Они здесь в церкви, они находятся тут, и они имеют какое-то даже видное место. А им важно вкусно покушать, пиршествовать, им важно, так сказать, вот все, но только не Божие, не то, что Петр говорил в первом послании, где он говорил, что каждый должен очищаться, каждый должен ежедневно откладывать, что Богу не угодно. Каждый должен возлюбить чистое словесное молоко, Божье Слово, которое меняет, которое должен свой дом строить на год Иисусе Христе. Нет, у них все другое. Петр говорит, будьте осторожными с этими людьми. Глаза, третье, глаза у них из полной любострасти, непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Глаза полны греха. Уже встречали, наверное, таких людей, для них нету чести, для них нет границы. Есть где-то семья, в которой хорошо живут муж и жена, и смотришь, они туда-то, кстати, внедряются, они нарушают, разрушают семьи. И вот такое всякое творится. Среди верующих. И он говорит, будьте осторожны с такими людьми, потому что они, так сказать, привыкли вот к этой вот роскоши, и они прельщают неутвержденные души. Но здесь не только речь идет о том грехе, который может произойти между мужчиной и женщиной. Эти люди, у которых, так сказать, Иисус нас рассматривает как невесту, что для нас все связано с Ним, так сказать, мы делим с Ним наши цели. Мы только к Нему приходим, у Него ищем какой путь. Эти же нашли других богов. Они нашли, так сказать, то, что Богу не угодно. В Откровении называется Вавилоном вот этот грех, когда ты не в Боге ищешь, а ищешь где-то в других, так сказать, местах. И ты тогда являешься как бы с Ним, ты уже не как верная невеста Его, а ты уже с другими, так сказать, богами, я сейчас скажу, потому что Богом, мы только что читали, может быть, и члены человека, может быть, что угодно, то, что важнее, чем Бог. И тогда они, так сказать, приступают. Я прочитаю, что Иисус сказал о глазах. 11 глава 3, 4 стих. Светильник тела есть око. И так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если око будет худо, то и все тело будет темно. В глазах ты увидишь человека, что действительно им движет. Мы видим, когда человек имеет милосердие, он, так сказать, может плакать с людьми, которые плачут. Он может радоваться с людьми, которые радуются. Он тот, который, глаза полны милосердия, где можно кому помочь. Мы видим, полон мир страданий. И, так сказать, у него направление служить Богу, служить своими дарами, которые Бог ему дал всем людям. И это совсем другая картина, когда в глазах человека уже есть грех. Когда его настроение, где что-то приобрести, что-то взять, так сказать, разбогатеть, или еще такое вот все. Но не Божьи цели. И вот тут надо быть очень внимательными. И наша цель, Господи, чтобы ты очистил наши глаза. Чтобы мы видели то, где можно кому помочь. Чтобы мы видели ту красоту, которую ты создал в этом мире. Чтобы мы видели людей, которые, так сказать, нуждаются в помощи. А здесь они еще этих слабых душ, не утвержденно, не глядя на них, тоже отпадают от Бога. Это поможет нам, Господь, чтобы вот эти три пункта, которые мы можем встретить среди верующих вчителей, чтобы мы отмечали и видели. Это не Божие. Наша цель строить на Иисусе Христе и быть похожими на Него. Слава Господи. Аминь.